Как вихрь наша жизнь пронесётся Позвольте сказать несколько слов о том событии, на котором мы сегодня присутствуем, о том мероприятии В далёком уже от нас 1953 году во время несения службы был зверский убит милиционер 5-го отделения милиции города Иваново Курносов Борис Иванович Он был зарублен топором Цель нападения была завладение оружием Группа готовилась к нападению на магазины, на почты, требовалось оружие Вот они вычислили этот маршрут, вычислили его, он оказался Неожиданно совершенно на неё напали, он практически ничего не сумел сделать Зарубили топором, сняли сразу наган и ушли Ну вы знаете как в то время работала милиция, через 3 дня эта группа была обезврежена Открытый суд, городской суд, на котором присутствовали все руководство города, руководство милиции Единственное было принято решение расстрелять И двое вот этих нападавших на него, зарубивших его, были расстреляны Кто такой? Курносов Борис Иванович, несколько слов Родился в 1926 году в Ивановском районе Закончил начальную школу, 39-ю города Иваново И поскольку ещё шла война, застал кусок войны Воевал в составе Красной Армии, кусочек застал Был награждён медалью за победу над фашистской Германией В 1947 году дембилизовался и сразу пришёл в органы внутренних дел В 5-е отделение, это нынче Фрунзенский райотдел полиции Вот прослужил до 1953 года Характеризовался по службе как очень добросовестный, честный и порядочный и человек, и сотрудник Вот только один факт, который его характеризует Буквально за несколько дней до своей гибели Он задерживает возле фабрики Значит, тоже группу женщин, воровок Они предлагают ему 600 рублей По тем временам, эта сумма очень небывалая Значит, 600 рублей, чтобы он их отпустил Он на эти все уловки не поддаётся, приводит в их отделение, оформляет То есть, вот, человек-то безупречный, честный был, порядочный 27 лет парню было Он не успел даже жениться, жил еще на съёмной квартире и погиб Вот, был похоронен рядом с Иваном Дмитриевичем Лукановым Это ещё один сотрудник наш, который буквально за несколько месяцев до него Тоже был зарезан около стадиона текстильщик, тоже во время внесения службы И, вот, похороны и Луканова, и Курносова Вылились в настоящую такую демонстрацию И позицию борьбы против преступности в то время Вот, это же ничего не было в 1953 году Это было лобное место здесь Они были похоронены на самом лучшем месте Состоялся здесь митинг, выступали руководители города, руководители управления милицией В общем, всё было очень здорово Ну, 1953 год, вы понимаете, это уже было очень давно У него умерли родители, умерли все родственники Ну, поскольку я говорил, что жениться он уже не успел, детей не было И с 1953 года памятник, естественно, начал разрушаться, разрушаться и разрушаться Поскольку вот у Луканова, вот, сын его, вы его все прекрасно знаете, был и внук Они тоже оба носили погоны, тоже два майора За своим отцом и дедом, и памятник они поставили, за могилой ухаживали А эта могила была, ну, в таком плачевном состоянии И вот Володя обратился в городской совет ветеранов, говорит, ну как же так Даже неловко, вроде, одна могила ухожена, всё, рядом могила вся разрушается Ну, вот мы приняли решение у городского совета, вы знаете Начали собирать деньги на восстановление вот этого памятника И удалось там собрать, как вот, я должен сказать, что Сотрудники действующие Октябрьского райотдела полиции И ветераны, и города Сотрудники Ленинского райотдела полиции и Советского В общей сложности собрали 11,5 тысяч Большое им за это спасибо Остальную сумму нам помог, вы знаете, наш постоянный спонсор Спонсор это Кранбанк Вот этот памятник был поставлен Ставили мы его силами своих ветеранов Благодарность и низкий поклон Юрию Викеневичу Кащееву Значит, Александру Валерьевичу Иванову Евгению Царькову Которые, вот считайте, втроём Вот это всё сделали, оформили, поставили Когда мы памятник этот сюда принесли Значит, нам, вот, профессиональные работники Хватит человек говорит, помните, ребята Вы его никогда не поставите, у вас и толку не хватит Вот Александр Валерьевич сказал, говорит, вы вечером приходите и посмотрите Вот буквально за три часа этот памятник был поставлен Поэтому, огромное спасибо нашим ветеранам Вот, собственно, всё, что мне хотелось сказать Мне хотелось предоставить слово Игорю Павловичу Антонову Вы его все прекрасно знаете, я его представлять не буду Пожалуйста, Игорь Павлович Вы нас знаете, я помощник депутата Госдумы Смирнова Юрия Валерьевича Вот перед тем, как приехать сюда, мы с ним перезванивались Он большую благодарность выносит тем, кто участвовал Вот, как бы, обновление этого памятника И благодарность за то, что мы не забываем Не забываем вот наших героев А последнее время, у меня старая песня «Новый лад» Вот последнее время, что-то мы стали забывать Вот у меня уже 200 с лишним выступлений по области И так некоторые, так далеки от истории И самое вот для меня обидное Далеки становятся от истории нашего руководителя Вот пример вам могу привести Открывается памятник Памятник открывается Железнодорожникам Выступает один человек Второй, третий, четвёртый, пятый Но общие фразы Герои туда-сюда Ну, братцы, ну неужели нельзя сказать ничего о том, что было Пришлось вот мне выступить Я уже не вытерпел, действительно А у нас есть что сказать И после меня сразу приглашение в школу Приглашение этой транспортной полиции И так далее и тому подобное Просто удивлены, что у нас как работали с дорожниками Ну, два факта я вам приведу Мы в первый день войны приняли 355 тысяч беженцев Из них 122 тысячи детей Приходили шалоны Четыре, 12% мёртвых детей Их надо принять было Зафиксировать И живых, и мёртвых А потом ещё такое Я уже углубляться не буду А самое главное, что дорожники обеспечили работу спирткомбината А спирткомбинат Курировал сам Иосиф Сталин Почему курировал? Я тоже вот недавно это всё узнал Почему курировал? Да потому что спирт, оказывается, шёл ещё для производства пороха Бездымного пороха, когда применялся для пистолетов Патронов Для пулемётов Ну как же? Без этого никак Так вот два директора не выполнили план Их расстреляли Ещё там целый ряд можно рассказывать И второй пример вам приведу Меня тоже потрясло День военно-ворского флота Отмечали в этот раз Замечательно Лопате надо дать должное ему Спасибо ему большое На Волге Опять выступает один руководитель Второй руководитель, третий, четвёртый Общие фразы Вот воевали туда-сюда Ну неужели нельзя сказать Про Жаворонкова хотя Это морская авиация Значит он командовал И мы благодаря ему бомбили Берлин А у нас какие поэты Какие писатели, какие художники Ну хоть бы сказали А народу-то пять-шесть тысяч присутствовало Вот это, понимаете, вот так задевает И вот спасибо Спасибо вот вам, ветеранам Что вы всё-таки приходите Говорите что-то в голову Для молодёжи Это очень большое дело Потому что вот Путин сказал Насчёт того, что самая национальная идея какая у нас Патриотизм А что такое патриотизм? Это любовь к историкам Любовь к своим героям И об этом не надо забывать Вот недавно мы выпустили книгу Только вышла книга 300 лет на охране порядка Там во всех ветеранах И во всех наших хороших делах Я совет ветерану вручаю эту книгу Патриотизм Спасибо большое Спасибо Что это есть Молодец Спасибо 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 Так Александр Иванович Мы хотели организовать салют Но сказали, что по такому случаю не предусмотрена процедура Вот Курносов Борис Иванович и Луканов Иван Дмитриевич Два наших сослуживца, которые погибли и выполняют свой служебный долг Вечная им память Пока мы живы И за могилой будем ухаживать И вот Володя Луканов, значит, здесь тоже самое в этом деле поможет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжения обслуживания Продолжение следует...